hello everybody hi my students hello friends сегодня мы рассмотрим у нас дуэль намечается как вот дантес вызвал свое время на дуэль там пушкина или там пушкин дантеса и также вот у нас золотов это мы знаем да это генерал такой он командует национальной гвардии российской федерации вновь созданной но мы про него не будем рассказывать это мы уже про это рассказывали про золотова и про навального он вызвал же навального а из-за чего из-за того что ну так же как вот вот усманов там тоже вызвал навального тоже назвал на тебя говорит на навального да и в суд на него подал а здесь вот к мордобою призвал золотов виктор васильевич призвал навального алексея анатольевича на дуэль на честную свадку как говорится вот и хоть ну для любого нормального человека это кого не тут не послушаешь в интернете нормальных людей то больше и они все удивляются у них как говорится получается крыша съезжает от этого предложения да вроде чего бы это и здоров ли человек вот золотов виктор васильевич который принял такое решение сделать сочную отбивную из навального алексея анатольевича но мы опять здесь не будем конкретно ругать хвалить того или другого нам это совершенно интересно мы не их начальники и не их подчиненные чтобы они хорошо или плохо высказываться нам просто важно выяснить предсказуемо ли было это вот сумасшествие золотова да то есть это явно признаки уже отклонения психического сумасшествие вот этой гвардии нашей руководителя и предсказуемое с точки зрения пифагора правильно вот что нам интереса самое главное мы исследователи они критики там не суди людям то мы не можем и себя отсудить и тем более другого какого ближнего но вот здесь вот явные признаки психического и нервного расстройства душевного срыва со стороны золотова а почему потому что вот он свои матрицы не изучал он к нам не писал на канал то если бы он написал дайте мне рекомендации что мне делать вот мы бы ему дали бы рекомендации то что у тебя третья фаза жизни наступает и у тебя за по третьей фазе там намечается кризис большой вот попался на этот кризис на крючок этого навального а у навального 2 у него сейчас 2 фаза жизни идет и тоже вот в этой второй фазе жизни у него тоже критическое состояние вот мы сейчас вкратце рассмотрим повторим кто такие у нас уважаемый навальный алексей анатольевич золотов виктор васильевич золотов он с 54 года рождения то есть он из тех людей у карьера военного и так далее он из тех людей что придавали ссср правильно да то есть 54 год он еще жил в ссср и и вырос в ссср и вот он сейчас стал какой-то богатеньким этим генералом за счет чего за счет того что вот они закупали вот это вот все барахло то для своей доцгвардии то харчи амуницию все по дорогой цене она в магазине стоит как навальный доказал в два-три раза все дешевле а они писали там цену ну разница конечно куда на карман себе это генерала это же работа генерал 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 как воровать и мародерствовать чем занимался жуков когда в германию вошел мародерством и воровством с крюковым вместе правильно но это сущность генерал ну как если ты стал генерал ты уже не можешь там не воровать и он вот возник против этого я мол не вор я честный давай этими морду набью если ты вот на не обличил деваться некуда и ну хоть морду набить и все доказательства нету что не прав навальный да вот такая ситуация то есть воровской генерал всем известно это она и при советской власти и при царизме как воровали генерал это жуть это что это попа генерал это 2 ну попу еще больше он по сексу ударяет еще плюс потому что то но плюс того же излишества у попа конечно может быть больше этот более аскетичный генерал то да потому что вы не нельзя уже совсем что расползаться как замполит правильно как был у нас замполит и генерал-майор это кухтин кух поседи генерал когда так он когда приехал он сказал мне квартиру надо а он вдвоем женой приехал служить и он сказал мне квартиру надо трехкомнатную ну вдвоем то женой может было в двухкомнатной потому что там офицеры общежития жили все такое прочее а ему надо было именно вот трехком почему а он доказал как а у меня гальпес здоровый большой ему нужно по положению нашел положение там что если у в семье большая собака то ей нужно отдельную комнату а блин выделим отдельный комнату за по вот сейчас запалит это у нас утвердили новых этих запалитов будут теперь попы и замполиты это двумя руками грести будут все бюджетные достояния правильно но мы не про это это все критика она пусть навальный этим занимается фонд борьбы с коррупцией фбк там у него есть это не наше это совершенно не наше дело мы посмотрим психоматрицу ну конечно со старшего старший кто 54 года сколько ему 64 года ну все же мальчик то взрослый да чтобы на дуэль там вызывать пацана который а которому 42 года правильно 42 года или 64 на 18 лет ну вот он вызвал потому что он спортом занимается как утверждает пифагор да золотов виктор васильевич 27 января родился но это душа старая он уже на земле последние как говорят 27 января это они все уже на земле последний заход у него возможно последний заход или один из последних заходов на земле а дальше он куда там отбывает его душа в другие измерения и уже на земле никогда не будет вот он решил свою последнюю гастроль здесь отметиться мордобоем с навальным сумма у него большая ведь и 14 но дельта деструктор ну для генерал то деструктор это нормально плюс мизантропии но ясно что какой генерал без мизантропии то он будет любить подчиненных как суворов их беречь сейчас это не модно сейчас надо вот еще при руку было чем больше личного состава уничтожить тем больше тебе звезд нападает вот два три двойки это харизматика вообще одно присутствие его уже успокаивает две пятерки у него логика вплоть до при его образовании это логика интуиция ну как ясновидящий он уже ясновидящий две семерки ему везет карточных игр везде там ну вот он не генерал у него три он такой человеку с ним можно договориться по душам поговорить и и все обтрясти не знаю почему он пошел сейчас выясним почему он пошел на обострение с навальным то есть это не в его характере три единицы это лояльный человек который спокойно должен быть в принципе да но что его сорвало вот это видимо мизантропии плюс вот это генеральская то есть военные вот это стезя который он пошел он мог бы идти и по другой линии допустим по научной или ну по другой какой-то вижу у нас ученые вот такими же нулевками с таким созвездиям нулевых есть мировые ученые сейчас скажу как и фамилию них так вот это приведенная матрица деструктора очень много целей у него и эта цель и эта цель семье очень огромные требования при этом сам любит гулять двойка он почти революционер видите вот именно революционный вот этот характер порыв видимо и большая обида большая обидчивость его вынудила вызвать навального на дуэль вот такая матрица здоровье тут не очень ну что там он будет сражаться молодым не выдержит сколько там 15 надо сколько раундов сейчас 12 раундов надо да если боксом ай по правилам боксерским они будут выступать тогда то бы 12 раундов он просто хотя он занимается все спортом там омолодился последнее время тут он выступил с обращением как молодой выглядит его натянули везде там кремлевских таблеток накидали и он готов броситься в бой на молодого петушка старый закаленный петух боевой вот мы рассмотрим его характеристика какой год ну вот это во первых голубая водяной змеи это мудрость это мудрость вообще вот мудрый человек но в то же время сентиментальная наю натура приятный он да ну с юмором может быть он с юмором вызвал его на дуэль мы не знаем дэнди он хорошо всегда одевается симон был гражданским был стилягой размышляет размышляет любит философ но любую тему он может беседовать и нескончаем он муж и замполитом мог бы работать интуиция ясновидение впечатлительен но доверяясь больше своей вот больше себе чем фактом у него какой-то вот он надеется на свое шестое чувство из-за этих двух пятерок которыми и все матрицы две девятки эту но он умен от рождения научиться не любит потому что у него есть вот этот вот юморок такой который мешает им учиться конечно у него поиск вот этих ведьм да вот этих навальных так сверхчувствительность к этим охота на ведьм сектантство вот у него все это присутствует он в философских своих воззрениях он далеко ушел от от правильной линии раз он на такой поступку решился правильно то есть это не не поведение духовного права и в частности православного человека да вот ему ненависен провал вот почему он возненавидел почему потому что явно вскрылись дела это явно его провал все его вот конторы этой росгвардии и вот этот указание на этот провал его в избе ну взбесило явно взбесило вот он доводит дело до конца то есть он решил избить навального если тот подаст а то он его точно и забьет вот быстро принимает решение может перевернуть землю для достижения своей цели то есть все равно цель добьет и навального там где-нибудь он подкараулит или сам или пошлет кого-нибудь плохой игрок ну видно что плохой игрок хороший игрок он не будет в интернете заявлениями с такими артистически выступать увы почти всегда впадает в крайность это написано то до того как он родился если бы он это все знал он бы мог подкорректировать свое поведение то тем более в третьей фазе жизни то есть впадает крайность ну тут не любит давать займы но это у него ясно что у него нету этих восьмерки нету да ну то есть это он и отдавать деньги не любит если займет и взаймы не любит это также все у кого нет восьмерки они то есть чувства долга нету как говорится также перед советской властью чувства долга нету он там клятву давал он спокойно ее предаст эту клятву и жену может изменить жене это это у него раз и все он изменит тем более у него вот по как вот змеи он по календарю по любым календарям он гулящий человек склонен к дюльтерам вот не не любит так ну с деньгами не увидите у нее тройка по деньгам он именно вот эти хапками деньги зарабатывает 3 это у кого вот три деньги на хапками и зарабатывать авантюру с этим с провиантом провернет хопок и все и дальше отдыхается где-то заляжет как пескарь вот потом еще хопнет отдохнет еще хопнет вот в делах ему везет стремится к внебрачным связям да я об этом говорил в после вот очень важно там пишут друиды в последней фазе жизни сентиментальный характер и страсти вот что же предложение это дуэль это есть страсть могут привести плохую услугу могут оказать ему плохую услугу в опасность он всю жизнь будет в опасности вот она была раньше и в первой фазе во второе все время в опасности остро переживает неудачи но это мы видим как он сразу немножко навальный там вот чуть-чуть задел ты это и сразу говном запахло на всю россию и на весь мир правильно вот а навальный ночью ну там это вся кто-то злоупотребление злоупотребление там это все можно разобраться все спокойно обсудить но здесь эти шлия под хвост и это хотя она мудрый змея то но она вот у змея этот он и шипит иногда и злой может кинуться правильно остро переживает неудачи ветренин семейное осложнение он может быть связи с семейными осложнениями еще тут у него наложилось тут накладка и все такое прочее но так то он вообще-то друиды считает его спартанцем очень следит за здоровьем у него одна четверка и вот чтобы как говорится находиться на плаву он все время занимается спортом вот энергии вот энергии у него хватает вот три двойки это хватает для победы над недоброжелателями то есть он может есть возможность победить недоброжелателей правильно но тут кто козырнее окажется мы сейчас посмотрим какой навальный потом вот и энергетика и способен выжить в экстремальных ситуациях самых трудных условиях но нервы с возрастом нервы шалят и слабая душа в чем дело ну конечно слабая душа если они все советскую власть предали и все вот эти люди которые вот это вот возраст 50-е года рождения все предатели это слабодушные люди они не могли бороться с советской власть до конца они продались за это за бабло они сразу же продались вот ну надо сказать что вот присутствие на 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 личный состав на личный состав личный состав действует успокаивающе да это разговор можно считать что лишний состав правильно и так уже силовиков над народом уже пенсию увеличили чтобы дать вот золото умы это кормежка то хорошее правильно уже вокруг трубы то сколько там силовиков то окопались трубу защищать уже народ не нужен отойди от трубы почулями от вас не сет вообще вон отсюда народ хотите уезжайте медведев говорит не нравится уезжайте за границу он ворота открыты не важно что вы тут родились а медведев в израиле родился это наплевать но вы тут не нужны а вот медведев нужен потому что ясно чем за грабежом страны занимается ну и кто же у нас имеет такую же матрицу вот из нулевок поза из этих нулевок видите какая интересная поискал я здесь у нас же много уже аналиф людей рассмотрели вот даже ученые вот бикинштейн яды у формулы локации бикинштейна такого и он термодинамику черной дыры формулу вывел для термодинамики черной дыры представляете но правда в 15 году скончался 46 года рождения как жириновский 46 15 этот ученый надорвался на этой черной дыре и туда ушел в эту черную дыру вместе со своей формулы но факт то что нулевки у него то есть точно такие же как вот он ведь он бы могу ученым быть золотом виктор васильевич он бы мог вполне еще еще у кого такие нулевки митрополит есть такой долганов пантелеима митрополит у нас ведь и под гундяем там подчиненный патриарх гундяев пониже митрополит идут вот долганов такой имеет такие нулевки со связи нулевок и с 24 года рождения уже это преснопамятный директор кгб был крючков владимир александр александрович до крючков кгб тоже так уже со связи нулевок это не простые люди это все то есть матрица непростого человека его сумма то 14 правильно с такой суммы можно государством руководить если бы не было такой деструкции но они там вверху все сейчас деструкторы собрались поэтому они растаскивают страну вот навальный к чем отличается навальный но не придет на такие высоты и и у него такого дара не чтобы котлеты из людей делать вот навальный алексей анатольевич он молодой парень молодой петушок 4 6 7 6 года рождения на 18 лет моложе но у него уже матрица у него конструктивная то есть если что-то может создать но может но все-таки создает пусть она плохое но что-то стремится создать и какую-то вот систему борьбы с коррупцией явно создает правильно сумма хотя у него 12 он не тянет на крупного такого руководителей плюс вот эти вот звериное число у него как у чубайса да то есть он вот за счет личного обаяния и знакомства с непорядочными людьми и вот этими всякими случайными связями он пытается вот именно использовать свое личное обаяние для продвижения вперед он не революционер вот хоть он призывает к революции у него шестерку у него много привычка особенно по семье вот хотя он там пассивен семье двойку он долг предпочитает выше чем любовь он предпочитет лучше долгом заниматься чем вот любовью и эгоист он крайне эгоист художественный эгоист считается что только один он существует а все остальные как приложение к его милости харизма у него особо это нету видно да такой угловатый дядька но тоже четверка по здоровью одна вот но по деньгам то у него покруче даже чем чем у золота работает хапками этот регулярно получает дотации от народа это же две семерки тоже хороший карточный игрок это же нету восьмерки то есть не государственный человек но у него в отличие если пятерка всего одна но зато аналитический увидите она анализу подверг это вот золотовый рассел кого несмотря на его все это амбиции золотова да несмотря на связи с гарантом большие связи он его раскусил четверка вот цели он не по сильной стороне матрицы может выбрать себе цели у него сторона сильно это две тройки пятерка и вот эти две семерки а он более низкую цель взял вот эту как говорится правдоискательство этим обычно занимаются люди с тремя тройками а у него две тройки ему правдоискательством этим затем более вот с тремя шестерками но с другой стороны вот эти три шестерки вот этот дьявольский знак он возможно его приведет к победе в современных условиях когда люди гимн он заметал да и сатана там правит бал то есть он равный несмотря на то что он помоложе может быть он в боксе не так силен как золотов но он в этом споре он явно побеждает по крайней мере вот такому моральному в интернет споре явно выглядит лучше у него матрица хотя сумму не уменьши но вот это дельта плюс 2 она она превалирует и плюс поскольку у нас все вот эти генерал ущербные они с крючкова предатели да то к ним отношение народа то очень скептическая как салтыковские щедрины мы называем эти генералы там есть салтыков повесть о том как один мужик двое генералов прокормил и так далее как с под яческой жили там пышные такие генералы вот таким образом что что надо сказать про навального там они сказали сейчас вот мы разберем кто он такой он красный огненный дракон если я тут просто змеи какой-то какой ужик так по сравнению с драконом то дракон его как тузик и грелку порвет но он уже порвал поэтому вот этот вызов сам на дуэль вот это выступ высер золото он говорит а уже о большом моральном поражении так же как и усманов тогда моральное поражение крупные и этот димон они понесли крупные моральное поражение от навального вот а также и здесь он дракон а дракон и что то но не все золото что блестит то есть особо то от него нечего такого золота то ждать но в то же время он открыт честен нелицемерен вот важно да не лицемерен не дипломат правда вот действительно поэтому на него все шишки доверчив его всегда можно обмануть но это обманешь сядешь его на шее но он быстро это дело раскусит и сбросит кого не надо чувствительный но иногда вот по ложным причинам может беспокоиться и где-то там спрятаться его закроет где-то там пока вот эти волнения народные митинги его сразу закрывают суток на 15 чтобы его там как немцова не какой-нибудь этот провокатор не пришел потому что это же системная оппозиция у нас навальный он же может про него лекция была у нас навальный клоун карнавальный да вот была такая лекция перед выборами когда он стремился на выбор в президенты правильно и мы там ролик его посвятили подробно его там рассматриваем навальный клоун карнавальный поэтому вот он как карнавальный да как вот это вот дракон такой который вывозят всегда на парады на митинги и он всех пугает ну потом праздник кончается и тишь благодать до следующего праздника скрупулезен много требует но приносит больше действительно он много тут нарыло и вот это вот дельта плюс 2 это оказывается правота вот пифагора мы про них то не говорим хорошие они плохие золото там навали но соответствие то есть фабака то создана работа произведена дельта плюс 2 оправдана а у золота пока ничего нету кроме как дубинками бить безоружных девочек 15-летних то правильно золото в тон может котлеты делать из людей но 15-летней девочки там студент каким-то дубинами хлещет это со всей силы закона да закона вот таким образом закон понятия имеется ввиду да и вот по этим понятиям значит золотов конечно может котлетку сделать из любого это понятно но это не показатели интеллекта высокого хотя у него заложен большой интеллект но вот третья фаза жизни и срыв вот он явно расчет уже не на своем месте там в этой над гвардии его надо куда-то опять в охранники гаранту вот вот то что довольно не сдержанный язык но это видно вот мы все его смотрим передачи все эти ролики видно что он за словом карман не лезет может отхлестать языком но следует считаться с его мнением он дает полезные советы вот видно это слышно и типа энтузиаст но гордец ну энтузиаст это да но гордец может быть и есть может кто знает его лучше преуспех любом деле может быть но в душу в то же время может быть причиной драмы и отчаяния как он вот выводит людей под эти подрезиновые дубинки это драма и отчаяния правильно а сам в это время спокойно там читает книги в этом в кпз в комфортных условиях от сизы чтобы вы не убили и тогда когда эти убивали немцова его же тоже закрыли навального его на закрыли в переходе метро уже было же это известно делать потому что там был вариант такой что обоих их и убить но вот навального это казалось надо закрыть а немцов там больше проще проштрафился больше погряз там в иностранных связях и сексуальных связях чем навальный поэтому навального спрятали от от этого дня ч и вот этот день ч и упал на немцова на этом немцовском мосту до большому камену может пойти на плохое дело и выиграет вот это у него есть такой недостаток то есть он там и с лесом что-то играл и с папой там они все что-то судят судились и были судимы и выиграли проблема во второй третьей жизни из-за артистического тоже темперамента трудный у него характер он все время не удовлетворен но в то же время он приносит богатство доброте гарантии то есть и долголетие гармонии и долголетие это в свою семью он старается принести поскольку немного привычек шестерка привычек да в отличие от почти революционера золотом химерическая личность да немножко она такая химерическая но в то же время упрям честен эмоционален общитель но боится у всяких перемен это да вот несмотря на то что он призывает всех восстаний но сам душа он консерватор он выполняет роль просто папагапона там и вытягивает на себя вот этих всех недовольных которых потом переписывают и побивает и воспитывают уже дубинками отучают их выходите на эти митинги вот он собирает вокруг как вот этот вот козел тогда козел ведет но но будет там в убойной церкви идет все стадо а его опять отправляет не убивает а все стадо убивает вот и и это по у него по гороскопу также вот как дракон гарант у нас тоже дракон то себе написал драконовскую биографию из-за него могут много людей пострадать причины драмы отчаяния но это мы видим по стране до кругом и драмы и отчаяния несмотря вот это внешний блеск и все золото то что блестит купола блестят там что-то блестит там что-то делается все снаружи все снаружи а фактически мизантропии вот она у золота восьмерка мизантропии ну куда там дальше деваться а у навального то кстати нету мизантропии то есть он ну к людям более-менее относится лояльно тройка у него духовность невысокой но достаточно для того чтобы не испытывать внутренний вот этот напряг по по отношению к людям правильно и не искать ведьм вот но у него долг превыше вот любви у навального то есть он человек долга чести и порядочности это мы видим да и он родился уже говорится тоже при советской власти но это был 76 год а в 90 что там ему было-то 24 года в 90-м году он еще учился в институте в юридическом он юрист и вот у нас сейчас битва батл будет происходить между юристом и профессиональным военным генералом вот он батл неизвестно чем он закончится как вот тогда он с усмановым бился до навальный но во всяком случае зрительские симпатии заработал больше навальный чем усманов и здесь и по-видимому также то есть мы видим тоже поскольку вот эти богатства что усманов что золото вон гостья не бедный человек он там выступает эти богатства то все неправедным путем как говорится путем палаты каменные тень а тут не от трудов праведных правильно поэтому вот у них такой вот нервный внутренний напряг и почему потому что надо уже сжечь совесть внутри мы говорили вчера понятие совести для того чтобы делать плохие дела нужно сжечь вот эту положительную часть своей совести это и так себе ввести что вот на плохое у нас положительные реакции организма на плохое вот там допустим как говорится это как анекдот рассказывает злой человек скушал людоед и злодей скушал четверо детей а пятого помятого спасла чуть панхаматова вот вот такой вот анекдот рассказы до пятого помятого спасла чуть панхаматова вот такие дела ну вот кто сейчас вот государство наше будет спасать кто является будет спасителем типа вот сталина ленина там или кто потому что власть уже сейчас лежит она также как она в семнадцатом году феврале месяца лежала на на полу и подобрать ну кто вот сейчас подберет тот и будет владеть сейчас надо вопросу власти нету в стране считайте властью стране если даже начальник вот этой нацгвардии фактически сошел с ума правильно его вот этот высер можно назвать иначе как сумасшествие не назовешь отчего а а потому что очень большое давление совести есть совесть она есть она прорывается и вот это вот но он не дает он видит вот навального своим врагом его из него надо сделать как лету он не обращает вот это вот внутрь себя что он рассмотрел бы свою жизнь как он клялся как он там был комсомолец партийный человек какой он давал клятвы и как он их все предал и он бы сам себе поставил на место прокурора вышинского и может быть он сам бы себе вышку бы подписал за эти свои дела а он добился чего что вот они за счет ограбления народа они вот вылезли в эти генерала могут не бедные люди не бедные люди и мы почему нам по 40 рублей пить сок что это это же по 40 рублей вода а не сок давай дам мой сок по 90 по 100 рублей они выписывают мы такой пьем сок но надо спросить вот этого рядового у нас гвардейца пьет он виноградный сок по 90 рублей то вот продается но он тоже там вода он шок эти хоть 90 рублей хоть 40 там все равно одна вода это выжать что один золото ворует или там что да нет вся страна ворует и ловко так они вот эти вот ловко и под анекдоты под эти все пап под попсу и все весело так все происходит весело и четко с канканом вот таким образом вот будем посмотреть как говорится будем посмотреть что из этой битвы бы будет но по крайней мере быть мы теперь видим что это все предсказано весь портрет человека золото вот здесь предсказан и сказано что в третьей фазе жизни у него вот этот нервный срыв должен быть и вот он проявился и он от него не застраховался почему потому что он не обратился к пифагору слава нашему пифагору еще раз и все время будем его славить как говорится да будет его память до скончания века а а сегодня кстати янка креститель еще славим голову отрезали иван креститель то за что но мы знаем там урод отрезал голову по просьбе своей дочки а а ира то чего добивался у ира жил с матерью но еще ему захотелось вот с дочкой тоже пожить а ира диада сказала это все горит его тебе исполнил а только дочка вот давай это я к тебе войду . правильно то есть там что такой инцест у них был вот у ира да ну да все ну а все сделаю тебе и что ты хочешь она сказала мне год надо вот эту головушку ван крестить почему потому что он обличал он обличал вот этот инцест и все эти там комари или вот это и ир и больше всех по ударял вот по вот этому женскому составу который было допущено распущено там при ирыде беспредельно ну вот давай на блюде вот голову иран крестителя ну пожалуйста и вывезли а голова возьми да заговори и начала обличать этого ира да и всего комарилью обличила а потом успокоилась ну вот сейчас мы отмечаем 11 9 да помните близнецы в этот же день были опрокинутую 9 11 сентябрь 11 число вот такой вот праздник наложился еще второй так что и пафагора попросла им сегодня и иван крестителя поскольку он обличал навальный тоже вот к обличению стремится то есть дай ему в этой борьбе с коррупцией преуспеть hello